всем привет с вами дмитрий русул и в этом видео хотел бы поговорить о том как я обычно анализирую композиции и как я советую это делать своим ученикам для чего вообще нужно анализировать композиции и какие композиции я в данном случае говорю в первую очередь о каких-то современных трендовых композициях но не взять современных то есть то на что вы ориентируетесь с любому любого начинающего музыканту профессионал всегда есть ориентиры или есть то что вдохновляет или он что-то услышал там по радио как новый хит или какой-то старый забытый хит и проанализировал его и понял что ему это нравится что что-то его зацепило и хочет подобного добиться своих работах это есть у всех у каждого даже у самых именитых звукорежиссеров мира с обладателей грэмми и так далее у всех есть свои идолы свои кумиры и все это тесно прибили переплетено в этой индустрии то есть это нет ничего такого и более того я скажу это очень важный момент для обучения и для развития для того чтобы не стоять на месте потому что самое страшное вообще в любой творческой профессии когда вы просто не развиваетесь но это вы и так знаете поэтому когда более конкретизировать все говорят ну слушайте композиции слушайте референсы сравнивайте с референсом там на что-то ориентируйтесь и делайте ну как бы легко сказать а как непосредственно это сделать я вот предлагал предлагаю такую небольшой такой скажем так чек-лист он кому-то будет более применим кому-то менее применим может быть какие-то отдельные его элементы будут применимы только но я решил это все обозначить собственно у меня здесь расписаны основные моменты но давайте начнем по порядку то есть анализ композиции вот как обычно я провожу так как я занимаюсь частенько всеми стадиями всеми этапами работы над композицией то есть вот написание там текста до мастеринга аранжировка sound design на подбор звуков работа с записью трекинг там работа с вокалистом ну то есть очень часто приходится так работать в рамках своих проектов там рамках своих клиентов я вот создал для себя вот такой вот чек-лист как я слушаю какие-то композиции для того чтобы вдохновиться для того чтобы ну заиметь какой-то просто ориентир для конкретной работы итак я начинаю с аранжировки то есть я всегда анализирую как сделана форма но если мы говорим про поп-музыку то как правило все там плюс-минус одинаковая то есть форму уже избит давно их там максимум 1 2 3 штуки и все они примерно друг на друга похожи вот это касается поп-музыки то есть вот тот самый формат радиоформатом от трех с половиной до четырех минут это вот та самая классическая форма с двумя куплетами с тремя припевами с бриджем там либо с проигрышем там вступление кода ну то есть вы наверняка все это сами знаете далее анализирую гармонию то есть я либо и сам слышу либо есть какие-то интересные ходы интересные какие-то подбор самих аккордов то я обязательно это анализирую пробую на слух подобрать снять чтобы просто это в своем багаже иметь потому что когда ты где-то нужно что-то придумать написать и ты можешь какой-то ход один позаимствовать там с какого-то трека но опять же в этом нет никакого плагиата для тех кто сейчас об этом подумал это абсолютно нормальная практика и вообще нет гармонии на сегодняшний день который когда-либо кто-либо еще не использовал то есть ну их принципе нету то есть либо это что-то не музыкальное что-то такое как как афоничная и но не предназначены для широких масс либо это уже было то есть ну нет других вариантов на этом можно просто поставить точку и двигаться дальше с чистой совестью другое дело это все остальные элементы то о чем я всегда говорю что в музыке самое главное это совокупность элементов и всех вот этих стадий которые здесь представлены то есть как они были сделаны все решения микро решение макро решение на каждом из этих этапов они выстраивают уникальное звучание то есть даже если два трека похоже из одного жанра голос вокалистов похож в этих проектах все равно они уникальные все равно в них есть что-то самобытное в каждом из этих треков и ни одного человека не возникнет что это я больше verses не буду когда есть этот трек зачем не тот слушать когда есть этот все равно слушает оба и но это нормально поэтому на этом лучше не циклиться я знаю очень многие начинающие на этом циклиться что вот уже все сделано уже все сказано все написано как же мне там показать себя вот просто делайте то что чувствуете все равно вы внесете если вы будете этим прям заниматься от и до внесете что-то от себя интересное и слушатели это обязательно услышат далее я темп анализирую ритм но это такой скажем так стилистический можно назвать жанр то есть я смотрю что это там рок фанк soul какая-то смесь этого какая-то новая электроника ну то есть что-то вот такое я все это анализирую туда как правило заложен темп ритм то есть в урбане в хип-хоп это какие-то определенные ритмы и темпы в роке в инди в попсе это там другие темпы и сам рисунок барабанов то есть я это все анализирую для себя отмечают я такой себе в голове некий такие шаблонные делу категории и так или иначе к одному или двум шаблонам я причисляю тот или иной трек это просто удобно для того чтобы вообще ориентироваться что происходит в мире музыки также анализирую как происходит развитие то есть что удерживает меня послушать вообще трек до конца то есть я его слушаю бывает такое что мне уже хочется там на второй минуте уже переключить трек это тоже нормально ну не могут всех и все песни быть хитами и все треки которые там появляются в itunes там у именитых артистов быть потенциальными вообще песнями которых и хочется слушать на репите но в любом случае надо все слушать по что даже в каком-то таком проходном треке может быть к это очень классная идея которую можно через себя пропустить и засунуть свой трек а он будет хитом то есть это это тоже сплошь и рядом случается вот и также анализирую насыщенность партий то есть что играют конкретной партии сильно такая динамика просто есть треки минималистичные сейчас это особенно популярно когда ну за всю композицию толком ничего не происходит держится какой-то один пэт какие-то очень легкие барабаны такие даже пскал как перкуссия и просто за счет вокала за счет разной мелодики за счет какого-то ревера каких-то эффектов просто достигается интерес а бывает что наваливают там целый оркестр и ну то есть там куча дорожек ты слышишь чтобы начали там все начинается фоно заканчивается там целым оркестром вот это тоже один из вариантов решений анализируя все это вы опять же это воспринимайте как свой такой багаж как кирпичики не знаю там из конструктора лего чтобы потом собрать что-то свое это абсолютно нормально то есть на этом этапе я вот проанализировал ангелов код по этим пунктам и далее перехожу к сам дизайну то есть я уже смотрю слушаюсь в каждый звук то есть вот это тоже очень важно научиться вычленять отдельные звуки то есть вы слушаете песню мы спираю оценили полностью оценили эмоциональный фон скажу так от этой песни если она зацепила то что вам именно понравилось и далее вы уже переходите к деталям то есть уже как профессионал здесь как аранжировщик как саунд-дизайнер вы должны услышать какие используются сэмпл для бочки для снейра какой какие синтезаторы используются или может быть живые инструменты то есть как они сделаны как они настроены если это гитара то она чистая или она с овердрайвом или с овердрайвом или она с дисторшином с каким дисторшином таким heavy metal или такой классический рок то есть если вот эти нюансы копаться там на самом деле просто целая уйма вариантов и все они могут быть использованы как какие-то кирпичики для ваших будущих треков поэтому на это тоже стоит потратить время особенно поначалу если вы только-только начинаете заниматься вообще всем этим делом в работе с музыкой это просто но обязательно эта практика прям ну как не знаю как медитации по утрам по вечерам там йоги практикует также и музыканты должны практиковать вот эти анализы и вообще желательно все слушать я всегда к слушаю какой-то трек поначалу конечно его слушаю через эмоции то есть миром нравится качает но потом ко второй слушая уже стараюсь его уже так разбирать по косточкам то есть понимать что именно мне зацепило вот и мне это лично помогает более качественно работать над своим собственным материалом такой подход соответственно какие сэмплы или звуки использованы как звучат все партии в чем можно сделать что-то похожее имею ввиду какие инструменты которые у вас есть в вашем арсенале вашем секвенсере или просто физически вы умеете на них играть что вы можете использовать что-то что-то подобное гипотетически сделать опять же я не призываю воссоздавать все треки что вы услышите самостоятельно хотят тоже конечно неплохой опыт но это займет очень много времени и это просто скорее всего не нужно но хотя бы в голове гипотетически прикинуть вот какие бы действия вы сделали если вам сказали вот сделаем и такой бас вот чтобы вы сделали вы бы открыли такой синтезатор или взяли бас-гитару вы взяли сделали то или сделали это это очень помогает творческому мышлению то есть когда у вас будет конкретная какая-то задача стоять у вас сразу эти все варианты вас выйдут на поверхность вам нужно бы только выбрать что здесь я беру это и себе рта и все то есть это вот реально такой процесс он занимает время сразу скажу это не будет через день это не будет через неделю это даже может быть не будет через месяц но вы просто один день проснетесь и поймете что у вас уже это работает у вас уже есть этот багаж далее перехожу естественно пост продакшен я уже смотрю сведение баланс какая была обработка сделан кит эффекты может быть интересны применялись какие-то фильтры к эта автоматизация необычная с работа с пространством что дальше что ближе и все это анализирую и честно могу сказать что очень много работ бывает ну все сделано классно но бывает что какой-то элемент прям я не понимаю почему они сделали так то есть я бы им прорисов сводил трек я бы сделал по-другому там более бы отдалил или осветлил ну то есть много вариантов и это опять же моя индивидуальность то есть если вы даже входите такой некий спор с ну грубо говоря каким-то человеком который стоял за созданием этого трека или там какой-то его части или там например сведения этого трека тем самым вы подчеркивать свою индивидуальность своего слуха своего вкуса и это опять же плюс то есть если вы планируете какую-то такую прям полноценную долгосрочную карьеру в этой области в данном случае им присведения то без своего вкуса без своего почерка ну просто здесь не обойтись то есть к вам просто не будут обращаться люди там за работой если вы будете либо просто делать свою работу тяп-ляп и там как-то поверхностно и при этом не иметь какой-то такой стержень какой-то вкус за которую прям будете радеть и за которым будут идти к вам то есть это то самое качество которое все говорят но никто не понимает что это значит то есть это ваш ваше видение конкретное ваше восприятие она с кем-то может не совпадать это сплошь и рядом такой бывает и можете посмотреть у звезд один альбом сводился одним человеком следующий альбом сводится другим человеком это не потому что тот чем-то облажался ли он стал хуже слышать там оглох например а это связано с тем что просто для того материала который идет на следующий альбом больше подойдет мышление того другого звук режиссера и есть посмотрите вот реально большие такие крупные проекты и уже таких очень звездных мировых артистов можно посмотреть эту география их работы над альбомом просто бесконечные например записано было все в студии где-нибудь в лондоне сводится это все например в нью-йорке а какой-то трек был вообще лос-анджелесе а 3 там в японии образно говоря то есть все это не просто так не потому что им некуда делать деньги а потому что они просто выискивают этих людей не знают что вот этот человек сможет свести вот этот трек так как им нужно и они к нему обращаются то есть это вот эта самая связь между музыкантом то есть тем кто генерирует музыку и инженером то есть тот кто технически это все прилизывает это но это отдельно тоже разговор в принципе на думаю что вы это сами понимаете прекрасно то есть таким образом я вот делаю анализ уже постпродакшен то есть я всегда все ставлю ну такой немножко под сомнение но пытаясь научиться чему-то то есть вот какие-то всегда интересные идеи казалось бы даже поверхностные то есть очень легкие как ну то есть можно было самому до этого додуматься но все равно это все себе записываю в багаж и потом могу где-то использовать какую-то обработку на вокале определенный какой-то эффект какая-то работа интересная с пространством к это автоматизация необычная то есть я все это себе тоже так в подсознание записываю потом когда непосредственно возникает как ситуация я все это опять вызываю откуда ты своих чертогов разума и у меня все это в реальном времени вот приходит я начинаю сразу какие-то плагины запускать я начинаю что-то экспериментировать у меня получается действительно интересный результат и причем он может даже вообще отличаться от того что я услышал в этом треке от того что у меня было в голове получится что-то вообще третье это тоже частая ситуация ну и мастеринг это общий уже анализ технического трека то есть насколько он громкий как правило сейчас все делается громко но в целом насколько он громкий насколько выбирает пера сабы бас это опять зависит от жанра то есть например и там в роке больше там при было преобладают скорее низкой середины и бас и резкая середина то есть в верхняя андре там в хип-хопе наоборот преобладают там с песочные яркие частоты и самые очень низкие такой сабаз которые ты не столько слышишь сколько чувствуешь телом но опять же при наличии хорошей акустики конечно же то есть это все анализируем тоже для себя какие-то нюансы беру смотрю потому что бывает что трек классно сведен сделан продакшен я слышу что мастерин прям пережат то есть он прям передавлен где-то прям бочка начинает бить и вокал сразу пропадает потому что лимитер все просто срезает вместе с бочкой то есть такие нюансы тоже обращаешь внимание для себя решаешь ты бы хотел бы так сделать или ты бы сделал бы чуть-чуть лимитер другой там менее агрессивный пускай трек будет чуть потише но более дышащий опять же это вырабатывает твою индивидуальность твой взгляд вообще на музыку на подход к работе опять же если вы этим занимаетесь ну можно сказать таким же хотя бы с таким же с такой же отдачи как у меня то есть как вот я прям фанат своего дела ну или даже если вы просто хотите это освоить для каких-то промежуточных этапов все равно я вам рекомендую проводить хотя бы частично какие-то такие анализы композиции которые вам нравятся то есть еще раз напомню это прям отдельная работа это порой даже бывает сложно то есть вы приходите композицию что там слушали там год-два вы уже все и окажется знаете и когда вы начинаете слушать у вас уже какие-то автоматические эмоции возникают и кажется ночью я делаю все понятно но на самом деле если у кого-то вот абстрагируетесь от этой начать прям вот я хочу слушать только бочку и вы слушаете трек но вы слышите только бочку не слышите не вокалисты вы не слышите текст вы не слышите инструменты только бочку слушаете и бывает такое что о так там она оказывается в этой части играет там не четвертями а там какой сбитый ритм а я как-то это особо и не обращал на это внимание если таких нюансов очень много то же самое касается прослушивание на разном оборудовании то есть вы опять же если касается мастеринга вы можете послушать например на там машине трек хорошо звучит там где-нибудь на затычку он звучит там как-то очень резко такое бывает то есть это все нужно тоже проанализировать и понять то есть чтобы для себя какие-то решения в дальнейшем более четко формулирует скажем так то есть при работе над вашим материалом то есть вот такой чек-лист вроде бы казалось бы на поверхности но очень мало кто реально по нему прям проходит и слушать песню то есть многие ленятся кто-то считает это ненужным но я вам на своем опте говорю что это реально работает это очень помогает это очень вдохновляет и вы сами игру не за не понимаете к откуда но вы когда работаете и фокусируется на каким-то треком вас там приходят идеи какие-то у а сделаю здесь я здесь вот так вот а сделаю к я тут такой эффект тут это я отправлю куда туда и вот когда ты садился за вообще за сессию открывал току там секвенсор ты даже не мог предположить что такая идея придет в голову и в итоге закрываешь сессию с удовлетворением что ты это сделал и звучит просто офигенно поэтому она того стоит это все вот как раз таки им благодаря вот такой вот подготовительной работе ну что на этом у меня все увидимся с вами в следующих видео всем успехов творчестве если у вас остались какие-то вопросы или какие-то пожелания или своя может быть с ваш метод как вы анализируете композиции обязательно пишите в комментариях я с удовольствием прочту ну а мы с вами увидимся в скором времени всем пока